всем привет меня зовут владимир мельников есть не мое видео и свой канал на ютубе в частности про автомобильные эксплуатационные материалы сегодняшняя тема бензин но прежде чем начать основную часть данного ролика хотелось бы сказать пару слов от себя то что до ранее я уже снимал видео на данную тему но хотелось бы сегодня я скажем так обновить посмотреть на данную тему с другой стороны раскрытие в другом разделе и так далее ну что ж перейдем к основному часть данного видео и так в переводе с французского языка оказывается бензин это слово бензин это французская мидин обозначают по своему строению углеводородную смесь предел кипения у которого составляет от 33 до 205 градусов цельсия плотность этой жидкости от 7700 до 780 килограмм на квадратный метр замерзает бензин при температуре минус 60 градусов и ниже температура вспышки составляет меньше 0 градусов цельсия при концентрировании пара бензины и газовый объем плотностью от 74 до 123 грамм на кубический метр образует взрывчатую смесь вот такой бене чик как он может быть приносить пользу также и вред так что будьте осторожны и не играйте с бензином так следующее свойства и требования предъявляемые к бензину это у нас первая испаряемость она же летучесть второе те нутационные свойства прошу горят детонация а третье теплота сгорания 4 химическая стабильность пятая склонность к образования отложений и нагарообразования и 6 это экологические требования вот в случае их нарушение несоблюдение и так далее мы можем наблюдать вот такие картины на левом и видим то что может в лучшем случае произойти с двигателем со всей машины а на правой то что делают умышленно на заправках но это так юмористическое отступление едем дальше денатационные устойчивость что такое детонационная устойчивость денатационную устойчивостью называет способность бензина обеспечить работу двигателя он же dvs двигатель внутренним сгоранием без детонации детонации называют ненормальную работу двигателя с воспламенением от искры вызванные взрывами детонация сгорает часть горючей смеси и сопровождается резкими металлическими стуками выхлопными дымом падением мощности перегрев dvs вплоть до металлических повреждений отдельных деталей двигателя скорость распространения пламени в очагах детонации достигает от полторы тысячи до двух с половиной тысячи метров в секунду а при нормальном процессе сгорания она составляет всего-то несколько десятков метров на секунду денатационная стойкостью бензина оценивается октановым числом октановое число что такое октановое число октановое число показывает характер характерную детонацию стойкости топлива сокращенно дст способность топлива просто противостоять самовоспламенению при сжатии это проще говоря простыми словами что такое октановое число в его смеси энгиптан при котором это смеси эквивалентно по дст исследуемого топлива в стандартных условиях испытания например бензин а 76 или а и 80 смесь 76 процентов из октаны и 24 процентов энгиптана хотелось бы сказать то что бензин а 76 я уже вообще в принципе не видел может где то есть где-то сохранились то же самое я могу сказать и про а и 80 они уже медленно но верно уходит в прошлое потому что появляются все более новые все более мощные двигателя которым нужен соответственно более мощным топлива и так далее так далее но будет мне будет рассказать будущем так что все по порядку следующее это способу увеличения октанового числа и так мы встретим и знакомимся с таким понятием как тетраэтилен свинца сокращенно т.с. п.б. как более правильно сказать это плюм-бум химический элемент в таблице менделеева ну не будем говорить про химии это очень долго определение это ядовитые металлоорганическое соединение применялось в основном как антидетонационную присадку к моторному топливу повышающие его октановое число тут остановлюсь видите тетраэтилен свинца он же т.с. его уже каскать использовать но уже все меньше и меньше потому что скажем так на горьком опыте люди убежали в том что это ядовитое вещество которые попавшие человеку на кожу в общем в организм вызывает болезни и зависимости от того как много человек поглотил или попала человек на кожу данный элемент данная жидкость тема ему будет плохо обостряется самые элементарные заболевания допустим как повышенная температура озноб головные боли шум и так далее про тест тетраэтилен свинца есть прям целая отдельная тема которые надобно знать людям которые вот занимается вот с бензином ну вот как например на заправках или ученые в лабораториях вот по на первый взгляд по внешнему виду тетраэтилен свинца выглядит как обычная вода то есть прозрачные без резких запахах насколько я помню то есть как обычно вода то что можно ее очень легко спутать так вот продолжим есть несколько способов сделать высокооктановый бензин из низкооктанового первый из них это разбавив его бензин с более октановым числом ну да есть такой способ но лично я считаю какой-то бессмысленно зачем вот например мне разбавлять высокооктановый бензин вливать его вниз как данную я лучше возьму высокооктановый бензин сразу который уже готовы зачем мне это месить это нет никакого смысла вот этим имеет сам простейший способ второй это использовать не содержащий свинец антидетонаторы вот на основе марганца фером на основе железа ада на основе моно метана многие другие то есть если мы хотим повысить мощность скажем так сделать его более высокооктановым бензин то нам просто не нужен такой элемент как свинец и тогда мы сможем повысить октановое число данного бензина простыми словами и третий способ это эти лирование то есть добавка такого антидетонатора как тетраэтилен свинца но я уже чуточку ранее сказал то что он опасен для здоровья человек поэтому люди которые занимаются повышением октанового числа бензина скороток стараются прибегать к более какому-то разумному способу добавлять другие присадки вот что хотелось бы сказать ну из основной информации который хотелось бы рассказать это все все спасибо а не забывайте пожалуйста подписываться на мой канал ставьте пальцы вверх пишите комментарии если есть у кого-то какие-то вопросы пишите почитаю учту проанализирую и в будущем и так далее также пожалуйста не забывайте поставить колокольчик на чтобы не пропустить мои новые видео а также добавлять ко мне в различные соцсети я лично этому буду очень рад но на этом все всем спасибо и до новых встреч